Такой вопрос. Я понимаю, что мы в какой-то ситуации такой, может быть, немножко ограниченной, но вот с точки зрения того, что все-таки вот вы сюда приехали из Нью-Йорка, я помню, в школу учиться, а в это время вы уже там массу всего сделали на ЮТЕСТЕ, и я считал, что вообще вы зря даже приехали, потому что вы могли пойти и так работу найти, вы просто, видимо, внутренней уверенности не было, но потом супруга, все-таки вы какие-то деньги потратили там, у вас нет ощущения, что вы зря, может, в какую-то школу ходили, или есть ощущение, что какой-то толчок все-таки был или что-то? Вы такие вроде шустрые, самодостаточные, вот что вы к тому происходили? Да, дело в том, что толчок был, и то есть вообще есть несколько типов людей, это те, которые сами вообще, к которым ничего не нужно, я к ним не отношусь, к сожалению, есть люди, которые все могут, но им нужен толчок, я из этой группы. Есть третий. А есть третий, который их нужно вот так вот вести просто, и пока вот их не доведешь… Тогда есть четвертый. А есть четвертый, который не доведешь даже, если поведешь? Тогда есть пятый. Потому что они молочат. Это правда, есть другие, которые не доведешь, значит, есть еще один тип. Есть тип, который сами не могут, но когда их кто-то довел, они говорят, ой, да шо они там меня довели, да только деньги зря потерял, да я бы сам все мог. Кстати, для второго типа толчком может послужить просто избавить себя от зоны комфорта, что я сделал, когда я был в аэре, я просто ушел, просто в один день ушел, я сказал, что сегодня мой последний день. У меня уже были кое-какие переписки, у меня в принципе в Сан-Франциско уже был, почти в Капитал Ванг, но я не очень хотел туда идти, но я был готов, я просто знал, что мне нужно разорвать вот сейчас этот круг. А Area Games вам как бы все-таки, сколько вы там проводите? Один год ровно с Интершипом. Ну все-таки первый год, все-таки первый год вы где-то работали, у вас уже в резюме был год опыта, вы уже там лидом были, по-моему, да? Да. Все-таки это тоже толчок какой-то? Да. То есть я считаю, что у вас неплохо, что у вас туда? Нет, я ни в коем случае не говорю, что в Area Games был плохой Интершип, прохватили еще что-то, очень полезный Интершип был, очень полезная работа. То есть это никак, то что компания не успешна, это никак может быть не связано с тем, что там очень полезный опыт можно получать. Слушайте, а вот другой вопрос я задам. Вот вы и Вика, вот вы сейчас, глядя там на пару лет назад, да, когда вы не были в QA, когда вы еще не знали, чего будет и как оно будет, и что там вообще впереди? Вот если бы вам два года назад сказали, что вот такой разговор состоится через два года, там, с такими суммами, которыми мы оперируем, там, с Python, с API, там, со всеми делами, вы бы сказали, что это, ну да, что, нормально, или сказали, такого быть не может, слишком too good to be true. Ну, как бы, я, у меня были планы на программиста учиться вообще в начале, в Нью-Йорке, как бы, у меня вообще в голове уже были какие-то такие суммы в будущем, но не через два года, а через пять-шесть. Ну, как бы, что так все быстро получится. А Вика, она же, там, гуманитарная девочка, да? Да. Ну, смотри, как раз. Я сам иногда думаю, неужели это возможно? Это, да, это все доказывает, во-первых, тут сейчас такие тенденции начинаются в долине, во-первых, сейчас индустрия booming вообще. Да. Даже не надо никакую аналитику читать, вон, в Санта-Кларе поехать, посмотреть, сколько новых строящихся офисных зданий просто стоит через каждую милю. Людей очень мало, потому что H1B не хотят расширять, я не знаю, в этом году расширили или квоты. Нет, не расширили. Опять, людей не хватает. А знаете, сколько там было заявок-то? Вот, если в том году было 170 тысяч, то сейчас было 240 на эти самые 65 тысяч. Они уже сыграли лотерею и вот должны сейчас разослать там, кто прошел, кто нет. То есть, первый фактор того, что вообще IT-индустрия booming в Америке. Да. Второй фактор, что это силиконовая долина. Да. Тут она еще сильнее поменит. Третий фактор, то, что QA booming. Почему? Сейчас вообще тренд такой идет во всех компаниях, что рынки уже поделены, теперь нужно улучшать качество. Например, возьмем там AT&T, D-Mobile и Verizon. Все, Америка вся подключена к Wireless. Абсолютно. Фактически у каждого есть мобильный телефон. Новых нет у рынка. У вас есть какое-то объяснение факту тому, что в России, например, там дешевый и быстрый интернет, а у нас, например, не так дешевый и не такой быстрый? Ну, как бы эта проблема, она уже сейчас решается и решится через год, как если вы слышали про Google Fiber и AT&T, Giga, что-то там. То есть это гигабитный интернет, который придет нам в следующем году в Силиконовую долину. Он будет стоить 70 долларов. По камере пойдет? Гигабитный. Или как? Да, по Fiber, то есть оптоволокно прямо в дом. Ну, подождите, но оптоволокно кто-то провести же должен? Google. Да, Google Fiber. Они уже подключили сейчас Kansas City, Dallas, еще несколько городов. Сейчас он 70 долларов. Они обещают, когда они подключат больше, он будет меньше. Там есть бесплатный интернет, который 3 мегабита всего есть. Гигабитного интернета в России нет вообще и вряд ли он будет в ближайшее время, потому что это целую инфраструктуру нужно возводить, чтобы возвести нужные такие деньги, которые есть только у Google. А я видел, люди говорят, что у них есть гигабит где-то там в России есть. Я не слышу, может быть, я ошибаюсь, но гигабитного хорошего интернета сейчас вообще в мире так-то как-то не откуда ему взяться, это целая инфраструктура. А зачем вот частному лицу гигабит? Дело в том, что, допустим, тоже 4К видео, которое сейчас новый стандарт, сейчас уже телевизоры продаются и Netflix уже начинает 4К трансфировать. И его поддерживают. Да. Оно будет требовать, соответственно, там больше, намного... Качество невероятное. Быстрее намного интернет. Потрясающее что-то, да. То есть, соответственно, 4К хотя бы... Потом сейчас все в клауде у всех. Да. У меня там, не знаю, в клауде там на 30 гигабайт фотографий, чтобы быстро скачать, загрузить туда. Гиг? Да, гигабайт. То есть вы с хорошим разрешением снимаете? Да, просто все в одном месте как бы хранятся. У вас бесплатный клауд какой? Мой Игнаитовский. У меня компания. Да. Он у меня терабайт на всю жизнь. Лайфтайм. Хорошо. То есть у меня там 30 гигабайт. Я понял. То есть вы еще... Еще есть, да. Могу перепродавать. Беспредела нет. Ну что же, хорошо, ладно. То есть открываются новые, можно сказать, горизонты. Сейчас, да. Сейчас нужно ехать. Я считаю, сейчас нужно сюда ехать, если вы хотите принимать участие вообще в том, что происходит в мире. Да. Это все будет происходить здесь. Я извиняюсь, а как ехать-то? Страна закрыта. Сюда, в смысле, из России? Да. Ну, а тут как бы какие варианты? То есть специалисты реально, специалистам ехать 2 секунды. Сейчас сюда, на самом деле. Ну, по крайней мере, вот у нас, я сейчас подошел и сказал, там, у меня есть программист, который хороший из России, его прям тут же начнут бить. А рабочие визы? Такая из виз не хватает. Ну, нет. Квота. Да. То есть желание тут взять людей огромное есть. Если у вас есть возможность сюда приехать и там получить документы каким-то путем. Да. Легализоваться. Нужно это делать, я считаю. Потому что через 5 лет просто будет невероятный разрыв, допустим, в Москве между IT и здесь. Но он просто будет невероятный. Там будет стагнация сейчас все 5 лет. Почему? А здесь рост. Ну, потому что нет никаких предпосылок, что там какой-то может быть IT. Там, в принципе, если экономический спад идет, какой может быть IT-рост тоже. Ну, хорошо. А такой вопрос я вам задам. Многие люди хотели бы послушать, что вы скажете. Вы зарабатываете денежку, жена зарабатывает денежку. Не то, чтобы вы там как бы мало зарабатываете. Вы на двоих, может быть там, я не знаю. Хорошо зарабатывает. Около 200. Около 200 тысяч. Хорошо. Значит, вы чувствуете себя, что вы можете все купить? Или вы чувствуете себя, что вы бедные и несчастные, там дом не купишь, там таунхаус, там драны, за него вообще ни копейки дать не хочется, а там вот. Вообще, как вы себя ощущаете с около 200 тысяч на двоих? Ну, я понимаю, что недвижимость здесь дорогая и это хорошо на самом деле, потому что это говорит о… здесь просим на недвижимость, соответственно, люди здесь хотят быть, соответственно, сюда приезжают лучшие люди и цепочка так тянется, экономический рост, соответственно, здесь зарплаты, потому что это все связано. Как бы нет, не ощущаю, но просто желания изменились. Раньше, когда этих денег не было, там, хотелось себе купить, там, Теслу за 100 тысяч, а сейчас я могу ее себе купить, но я ее себе не покупаю, потому что я понимаю, что лучше я их проинвестирую, эти деньги, и через, там, 10 лет у меня, там, даже под 9% годовых, оно будет, там, у меня… А куда можно положить под 9%? Ну, под 9%-то вообще сейчас просто, в принципе. Я сейчас инвестирую в P2P lending, то есть это сейчас новая такая индустрия. Даже не слышал? P2P? Да. Ну, наберите Lending Club, эта компания недавно вышла на IPO, они… Lending Club, одал же вот денег. По сути, там как? Вот, допустим, вы приходите, хотите взять там в долг, как в банке, то же самое в Чезе, вы берете 20 тысяч, эти 20 тысяч делятся на долговые обязательства по 25 долларов, и люди эти по 25 долларов их раскупают. Я понял, P2P, P2P. Да, диверсификация рисков, потому что у вас по 25 долларов в долге у каждого человека, и большие доходы, потому что под процентом банк в кредитке, там, дает 17%, а Lending Club их, Debt Consolidation, делает под 12, минус издержки за невыплаты. Да. Ну, вот выходит 10% уже сейчас трой год. Мониториваю у меня так. То есть это неплохо? Есть компания сейчас, которая тоже может взять просто у вас деньги, она буквально только что появилась, это Roller, Steam Holder, по-моему, NSR Platform. Они берут ваши деньги, они их сами там инвестируют под 9%. Они почти гарантированно вам возвращаются до 9%. Они как управление. То есть они умеют положить под больше, а возвращаются? Но там, на самом деле, проблема в том, что там главное выбрать правильные фильтры, потому что там есть куча информации о должнике, о том, кто хочет взять в долг. И чтобы правильно выбрать себе этот ноут, нужно понимать, какие фильтры там. Там кредит скоро его есть. Там есть, где он работает, сколько он зарабатывает. То есть вся эта информация вы видите перед тем, как дать ему в долг деньги. Это фактически вышибают платформу испанбанков. Да, банки. На самом деле сейчас Google уже больше миллиарда проинвестировал в этот peer-to-peer lending на этой платформе. А иностранцы могут деньги давать? Вот ребят, которые там денутся, не знаю, в России, в Украине. Насчет... Я не уверен, потому что там нужен wire-трансфер. Из банка. И в налоге там как бы автоматически идет налоговый репорт в IRS, я не знаю. Ну, хорошо. Я думаю, что мы зажгли свечку, и народ может ее взять и с ней дальше ходить по этому peer-to-peer lending. Да. Хорошо. Илья, мне там надо сделать резюме, чтобы он там уже заждался за дверью. Я очень признателен за разговор. Я думаю, ребята тоже скажут спасибо. Единственное, что у меня просьба, вы тогда уже посматривайте туда, на видео, и когда будут вопросы задавать, может быть, там пару слов скажите? Да. Ладно, и чтобы они видели, что там вы пишете, чтобы они могли вам, может быть, в личку отписать или что-то. Да. Хорошо. Счастливо тогда. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.